Что делать с отработанной одноразкой? Выбрасывать? Жалко. Вот и я долго размышлял, что же такого сделать с PI7000, ведь у неё такой классный и вместительный корпус. И тут я вспомнил, что в моей коллекции есть два самых мощных в мире аккумулятора с одноразок. От Albaro 2500 Ti на 1400 мА каждый. И если таких поставить два, получим общую ёмкость практически в 3 Ач. В общем, я решил собрать аварийный миниатюрный пауэрбанк, которым можно прикурить любой мобильный телефон, а также полностью зарядить какой-нибудь слаботочный гаджет. Кстати, друзья, я заметил, что вам нравятся различные конкурсы на канале, поэтому в этом видео также будет конкурс. Но об этом в конце ролика, поэтому обязательно досматривайте до конца. Начнём с того, что выбросим с одноразки все ненужные элементы. А ненужные здесь все. Даже плата заряда не понадобится. Но я её оставлю из-за того, что там есть штатный аккуратный разъём Type-C. В целях безопасности лучше сначала отпаять провода от клемм аккумулятора, а потом уже от платы, чтобы не было таких фейерверков, как у меня. Поскольку суммарная ёмкость батареи будет практически 3 Ач, заряжать её штатным зарядником будет очень долго. Поэтому я решил применить более мощную. Как раз у меня есть два миниатюрных варианта и оба на микросхеме IP5603. То есть они идентичны. Заряжают и разряжают батареи с током до 2 Ампер. Этого больше, чем достаточно. Но одна с портами, а другая без портов. Поэтому я выберу в данном случае вариант поменьше. Покупал на Алиэкспресс. Все ссылки на оборудование, как обычно, вы найдёте в описании под видео. Если присмотреться на штатной плате заряда, можно найти две клеммные площадки. Подписанные GND, это минус и плюс 5 вольт. Вот с них мы и возьмём питание. Если же плата не выдержит, у меня есть аварийный вариант. Вот такой вот выносной разъёмчик Type-C. Я просто полностью демонтирую плату и установлю разъём в поддон от одноразки. Но предварительно проверим вольтметром. Да, 5 вольт есть. Надеюсь, эльфбар не подведёт и выдержит 2 Ампера. Приступаем к сборке. Перед вами всё, что потребуется для проекта. Для начала мы спаяли параллельно два аккумулятора, предварительно соединив их изолентой. Но куда же без неё? Друзья, будьте очень бдительны при работе с литий-полимерными аккумуляторами. Они очень огнеопасны. Соблюдайте максимальную осторожность. Но просто так они не влезли. Пришлось удалить разделители. И аккумуляторы подошли идеально. Даже не болтаются. Как будто для этого и спроектированы. И как раз осталось совсем немножко места для платы заряда. Она также вошла туда в притирку. Выходной разъём также будет Type-C. Поскольку основное назначение этого микропавербанка заряжать различные слаботочные потребители. К примеру, другие одноразки, мини-фонарики. Ну и, конечно же, аварийно прикурить телефон. Поэтому пришлось один шнурок пожертвовать и продеть его через мундштук. Итак, вот эти толстые провода, красные и чёрные, это от аккумулятора. Их мы будем припаивать плате самыми последними. Распиновка платы перед вами. Здесь всё максимально просто. Уверен, разберётся каждый, кто не прогуливал в физику. Плюс и минус с выходного шнурка Type-C подаются на плату на Out. Плюс 5 Вольт и на общий. Соответственно, с платы заряда также берём пару плюс и минус. И они подаются на In 5 Вольт и на общий. Для надёжности и дополнительной изоляции накрыли штатную плату заряда термоклеем. Провода, идущие на аккумулятор, взяли по материи на 0,25 квадрата. Ну а периферийные уже, конечно, потоньше. Кнопку активации на плате впоследствии мы откусили, так как она иногда нажимается самопроизвольно и плата работает некорректно. Аккумулятор припаивали последним, чтобы в процессе пайки нигде ничего не закоротить. Провод настолько плотно сидит в мунштуке, что запихнуть его до упора не получилось. Ну да и ладно, пусть будет так. Выглядит всё равно бомбически. Тестируем сразу на мобильном, под максимальной нагрузкой. В цепь дополнительно включён USB-тестер. Итак, смотрим. Вот они. 2 Ампера 5 Вольт, 2 Ампера 10 Ватт. Всё как по паспорту. Спустя некоторое время мощность немножко снизилась. Но зато как светится прикольно. А? Красненький. Нравится? На заряд производитель также не обманул. Плата с розетки берёт порядка 11 Ватт. Ну там чистыми пусть доходит 10. Но тем не менее, сборочка будет заряжаться примерно в течение часа. Да ещё и при этом плата моргает, сообщая, что заряжает аккумуляторы. Нравится. Ну а по поводу конкурса, в моём телеграм-канале Синий Эльф вместе с этим видео стартует розыгрыш. В котором можно будет выиграть 2 новеньких PI 7000 со скидкой в 50%. Все подробности в телеграме.